всем привет с вами кейн и сегодня у нас снова ранури предпоследняя задача сейчас топ я же не взял вот доставка в порт кстати а ведь здесь отсюда я ну да все не могу доставить нужно короче аж сюда вот а то ё-моё почему еще не взял то опять принять вот а мы пока что здесь то есть нам надо проложить маршрут аж вот сюда я надеюсь топлива нам хватит там недалеко конечно есть уже на острове драмора есть заправка но дело в том что туда надо доехать и да я взял эту хрень ну не знаю блин ну открыли все таки надо покатать хотя бы немного на этой хрени тем более красна с груз такой специально рассчитанный по четыре ячейки и здесь всего четыре ячейки то есть прям задача именно под этот грузовичок да он мне не нравится при новой но какой есть принципе можно конечно же взять и на что-то вести ход с низким седлом и то есть довести с комфортом а он даже не берет этот вот это да ты там мощь сраным контейнером короче даже не может переехать гору с таким уклоном короче ладно также я хочу перетащить на остров драмора туда хаммер там есть задачки весьма простые просто нужно пооткрывать эти точки на которые там заехать нужно короче на скауте поскольку любой другой цикл он слишком широкий слишком огромный он туда просто не пролезет ну там есть такие места короче что нужно брать именно стал кнопку соответственно возьму я конечно же сами и другой момент почитала я на разных форумах посмотрел скриншоты и тому подобное в общем дело в том что у людей тоже такая же проблема короче как у меня они не могут найти оставшиеся автомобили в мичигане там в аляске но в основном в этих локациях там писали про таймыр там я ну я не нашел такого я просто может быть не долистал все комментарии но но таких авторов которые пишут что прошли весь мичиган все все задания все даже доп задания проходили машин все равно 8 из 10 у меня также и я тоже по проходил до хренище всего по исследовал так неплохо так покатал по локации то есть если бы они где-то были я бы скорее всего заметил но увы почему-то их нету и где их искать я не знаю то есть на форме люди тоже так же самое не знаю где искать что им делать видел даже скриншоты то есть там люди выставляют что найти не могут но суть ладно не в этом там дело в том что есть такие автомобили которые ну я просто могу его купить и попробовать покатать на нем но смысл даже не знаю если мы уже тут все пройдем а перейдем и ну если тут последнюю две задачки остались и перейдем если мы в таймир то те автомобиль которыми здесь найдем они нам уже просто напросто не нужны вот я к чему так но я надеюсь топлива нам хватит блин сраная ветка топлива нам хватит я думаю да мы доедем не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не вот это жопа вот зря все-таки взял так говно чуть не перевернулся не все-таки мой совет на этом говне просто напросто не ездить поскольку ну сами видели что может произойти цепляем на сцепку хаммер и перемещаемся в следующую локацию если у нас хаммер на сцепке то мы но тоже то он тоже должен переместиться да и прям как он стоял перед нами так и переместился надеюсь он там не повредил сильно он поехал так стоп куда мы едем мы едем вообще хоть по моему не стоит им да ну да мы что же то я так и знал что мы не туда едем нам надо туда вот так вот и тут где-то будет автозаправка да 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 а надо нам аж хрен знает куда то есть заправиться нам надо по-любому ладно ну думаю нам 100 литров хватит а все загрузили да ой кошмар кошмар но это говно ни на что не способны просто длинные не поворотливая уродливая я не знаю что там будет за следующая миссия ну смысле что там надо будет перевозить я не посмотрел но явно я буду перевозить уже не на этом на этом я думаю домучатся вот так чуть-чуть последнюю миссию потом эвакуировать это говно в гараж может быть даже продам его поскольку но я не вижу у него вообще никакого смысла апгрейды конечно поснимаю там лебедку типа и там все что там стоит такое то что может можно поставить на другую машину ну а сама эта карета я продам потому что ну вот ну вот ну что мне делать конечно да была глупая затея ехать на этом сюда но хотел просто уже докатать его все-таки на других машинах мы ездили немножечко больше чем на этом не на принципе ехать то можно конечно но с такими усилиями то есть конечно же лучше взять что-то другое но опять таки же я же говорю нам нужен тягач с полуприцепом который прицепляется к низкому седлу дабы доставить такой именно крупногабаритный груз еда кстати к терпилор с его как бы ограниченными такими возможностями кузова на это задание то есть не взять поскольку контейнер там он перевозит не понятно даже на сраную гору не может заехать но это вообще капец понял так ну у меня лебедка длинная вроде бы стоит но и вот опять такие же опять сталкиваемся с такой проблемой как маневренность то есть нужно применять лебедку на таких поворотах чтобы развернуть это корыто это в общем-то не очень хорошо мне очень приятно не очень комфортно так что катать на этом никому не рекомендую но если уж кому-то так сильно он так зашел прям нравится что прям аж вау но мне этот грузовик никак не нравится вообще скорее бы уже даже пройти это задание чтобы от него просто-напросто избавиться тут вот заправка уже рядышком у нас ну то есть вот такие вот маневры на поворотах это нафиг нужно если есть нормальные машины с нормальным управление с нормальными всеми параметрами с прохождениями и тому подобное нафиг нужно тогда вот так вот мучиться на этом фуфле так и дальше что у нас как мы планируем поехать в принципе вроде мы тут везде все проходим если я все правильно понимаю ну ладно проложим маршрут на всякий случай то есть если мы засомневаемся ну в общем как-то так а что это за значок такой почему это ну ладно стороны какой-то значок показалось как будто кружочек с огнем ладно плевать значок как значок поехали по поводу хаммера зачем я сюда притащил и тому подобное есть по-моему там около четырех заданий трех четырех заданий именно там требуется скалки заехать на какие-то там труднодоступные места такие там как холмы какие-то там маяки там тому подобное то есть и там копеечный конечно опыт и и деньги то есть дадут но тем не менее просто ну их легко выполнить их можно выполнить то есть скауты я просто заехал на ту местность на гору на вершину этой горы там или еще куда-нибудь там и таким образом просто чуть-чуть пофармить поскольку мне все равно не хватает одного там уровня сколько мне там не хватает для того чтобы открыть уже следующие там транспортные средства чтобы их можно мог просто купить уже не парясь просто купить и поехать покатать на них поскольку очень бы хотелось опробовать их но эту платформу я ну конечно спереди вот он выглядит прикольно вот это я вот не скрываю спереди прикольно выглядит да но чисто из-за внешнего вида то есть ну не знаю как по мне это такие мучения они того не стоят ну и тем более кстати вот эти вот маяки эти которые постоянно вот это вот горят ну то есть они сами включаются короче не знаю мне нравится мне эта хрень правильно шли да то есть я могу включить дальний свет но на маяки это никак не влияет я не знаю может их где то и можно выключить но ёлы-палы а понятно ух я вот говорю зря зря я вот это вот начал конечно не совершайте мою ошибку не ну как ошибку я то предполагал что будет нелегко но оно грузнет везде то есть ну я же говорю это будет последняя задача которая выполнена на этом грузовике то есть мне проще будет даже пригнать сюда какой-либо другой даже тот самый наш тягач который ммм стоит там на болоте чем пробовать проходить на этом до 30 2 2 2 3 5 5 ну единственное что могу сказать тут приемлемый расход топлива из 360 литров у нас ну мы вот да только заправились но конечно но нам хватит в принципе все равно этого доехать и обратно доехать то есть в этом плане хороший плане расхода топлива ну и объем бака и расход топлива приемлем а вот езда и прочее там это просто ад и да кстати вот такой мне кажется нюанс там вот в мичигане еще было кривее в этом там было короче какой-то я вот не помню это была основная сдача или дополнительная там на каких-то болотах нужно было понаходите насосы ну там что-то похожее такое как на пожарный гидрант но только чуть 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 по-другому там с вентилями и тому подобное то есть такое нужно было их прям вплотную к ним подъехать там ну то есть в обозначенную область желтенький использовал я мой этот вести ход искал тут этот ну не помню какой правда вот 800 или старый короче изначально который у меня был ну точно не помню какой-то из них использовал в общем суть в том что там по моему четыре или три или четыре штуки нужно было найти на болоте ну то есть как доехать до них и прямо плотную в эту область то есть да там тонул буксовал и все это то есть очень медленно долго проходилось нудно но тем не менее прошел то но суть вот на что-то можно было наехать на ровной местности но суть короче в том что то болото короче ну так и не осушилась но в задании там типа было написано что нужно найти эти насосы там для откачки воды там дабы осушить короче это болото все но ничего не произошло вот так доехали получили немножечко опыта и так посмотрим нас есть теперь последнее здание вот видите последнее нужно вот эту платформу будет которая на высоком седле от тарабанить смитцевская дамба плюс в эту дамбу придется еще буровую установку и металлические балки то есть мне по-любому придется брать наш этот тягач этот наш и на нем уже доставлять ну ладно буду я готовиться кстати к следующему зданию и кстати посмотрите на опыт и на сумму то есть этого вполне хватит для того чтобы сейчас секунду для того чтобы прокачать а нет не хватит это будет 2 600 блин ну я еще пройду за кадром на хаммере эти все доп задачки там будет немножко больше опыта я думаю что на выполнении последнего этапа мы об ним себе ранг ну level пойду готовиться и так продолжаем выполнять основную нашу компанию принимаем награды кстати достаточно высокая и в деньгах и в опыте но для этого нам нужно много чего вы сделал то есть выполнить цепочку последовательных задач к одной я уже первой самый главный наше я уже приступил сейчас вот блин ну вы же требовали с меня высокое седло я же вам поставил вот да чтоб тебя о дебильная херня короче взял я наш тяжелый тягач поскольку на нем установлено только тяжелое высокое седло поскольку другое на него не установишь ну и тем более давно мы на нем не катали так взял я вот эту вот платформу надо ее от тарабанить тарабаньте нужно будет весьма по тяжелым условиям и тому подобное это последняя уже задача в мичигане то есть в компании которая выполняется это уже все задачи компании вот этих вот трех мы прошли сейчас выполнил последнюю и по идее мне должны плядский камень дать достаточное количество опыта то есть ну короче получить уровень повысить свой уровень я по проходил здесь на этой карте дополнительные задачки там на хаммере короче но там по 130 опыта там просто заехать на гору короче пройтись по этим точкам короче не на время а просто чуть поднял опыта и короче я посмотрел в общем не должно ходить сейчас на то чтобы получить следующий левел кстати вот я кое-что на ну да правильно все правильно еду в общем если выполнять все эти задачки то есть все условия задания на видео это будет слишком долго это займет хреновую тучу времени поскольку надо довести с разных точек разные строительные материалы и я поэтому решил показать такое самое основное ну то есть я считаю вот это самое основное потому что остальное там ну в общем там металл и еще что-то там какие-то расходники или как там в общем это все то есть доставить можно на любом оборудовании на любом грузовике ничего особенного там нет а эту хрень ну в общем довести нужно да опять эти дурацкие камни ну сколько же нужно нужно аккуратно не перевернув и и в общем 2 шанс у нас не будет блин надо брать короче широко но и тоже поаккуратнее с этим делом поскольку рецепт от длины ему нужен большой радиус разворота по поводу топлива в общем у меня есть недалеко этот грузовик я его потом покажу когда мы будем проезжать так что если топливо вдруг закончится ну вдруг не хватит мы это дело очень быстро исправим в общем что я хочу еще сказать по поводу уровня мы поднимем уровень нам будет доступно последние короче транспортные средства которые мы можем купить так дело в том что как я уже последняя задача и в общем выполнить просто уже будет нечего ну то есть есть какие-то доп задачки там и тому подобные то есть смысл покупать транспортные средства новое если нам его просто не не для чего применять вот я к этому мне бы допустим очень бы хотелось попробовать покатать на нем но к сожалению если мы перейдем в таймыр то там но эти транспортные средства короче недоступны типа ну как я понимаю то есть там в магазине так и написано типа они доступны там только для сша и аляски короче ну мичиган аляску а для таймыры не подходит поэтому выполнять задачки уже просто не получится а просто катать на нем ну то есть в чем смысл но все же я его наверное куплю просто посмотрю что это и как оно выглядит в общем так мне тут где то надо будет провернуть чуть дальше если я не ошибаюсь да чуть дальше в общем доставим еще доставим эту хреновину я хочу попробовать опять народном месте вот опять получил это повреждение попробовать опасный такой маршрут ну как опасные то что опасные он быстрый но мне кажется он опасный и вообще непроходимый но у нас есть в принципе мощность то есть хорошие по моему высокий этот шнуркель ну то есть как шнуркель по нормально мы должны по параметрам должны как бы пройти но не уверен ли смор пройдет ли там вот это вот громадная платформа потому что тут ну вот что что вот как она могла зацепиться вот а вот за что она зацепилась просто-напросто там нет ничего вообще ну никакого препятствия нет ну за что зацепилась триндец какой-то прям за невидимые уже объекты цепляются так вот я хочу попробовать опасный маршрут но он будет быстрым потому что на другой маршрут то есть горным серпантином этим там ну пройти то в принципе мне кажется можно но дело в том что там это так что что развороты повороты вот это вот узкое пространство для маневров и перевернуться там очень легко поэтому решаю помучатся но помучиться побыстрее чтобы не так долго это все было поэтому решил выбрать такой более опасный маршрут он пока еще не начался я сейчас покажу где он и о чем я вообще веду речь по пути мы также чуть-чуть заправимся там сейчас переедем в нужную нам область вот так вот здесь по пути нам попадется магазин с прицепами то есть мы возьмем стерну заправимся и продолжим наш путь там даже кстати есть уже подготовлены наши транспортные средства а вот вот оно да вот получается маршрут нам нужно доставить вот сюда на платформу я предпочитаю опасный вот этот маршрут ну вот так вот поехать короче через реку и туда-сюда там есть места опасны конечно да но ехать ну здесь то ладно мы проедем еще а вот по вот этому вот это в общем время особенно вот здесь вот мне кажется и на вот этих вот участках то есть но очень опасно ехать и при том это займет времени это чтобы доехать сюда а также чтобы доехать сюда после уже дамбы то есть по вот этому маршруту тоже очень опасно ехать я уже ехал по нем и и здесь ну короче это все время я по то есть лучше вот поехать так как я думаю сейчас мы возьмем заправим наш не то а наше основное транспортное средство и такой еще небольшой лайфхак который я провел я в общем с предыдущей карты с которым только что переехали с острова драман до этого там была куча прицепа в общем как я все это перетащил сюда за две ходки сделал перевез 4 прицепа я взял прицепил вот так вот наш прицеп вот как сейчас я прицепил эту цистерну и на лебедки прицепил и еще один такой прицеп и тащил в общем два прицепа одним транспортным средством дотащив просто продав один прицепив другой продал обратно таки другой так заправить заправить и 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 так за две ходки я короче продал и и и и и там где можно легко перевернуться здесь есть то что ты места труднопроходим но я думаю на таком тяжелой чем их быстро пройдем ну как быстро не быстро но само транспортное средство наше движется не очень быстро но вот на реке на реке я думаю могут возникнуть осложнение вот они уже какие-то возникли я не понял почему он застрял за что он мог зацепиться просто на ровном месте вот за что не хрена с даже не берегу видимо за что-то все-таки мы зацепились но не вижу за что то есть мне кажется опять какой-то лав в этой игре зашибись нот вот как вот оно могло так вот цепиться на ровном месте ну не совсем ровно но короче это здание еще то еще испытание какой-то бред происходит я непонятно где цепляюсь за что-то мне отлетает прицеп куда-то в общем какая-то херня происходит в общем ехать нужно крайне аккуратно даже здесь ну я в принципе я говорил что это маршрут будет опасный ну ну как опасно-сложный движок у меня стоит средний здесь то есть не самый мощный но и не самый слабый ну в принципе я по-моему всегда на нем катал то есть именно на этом движке поэтому каких-то осложнение не испытывал и нужды поставить другой помощи не вижу вот мы доехали до нашей речной переправы давай давай тяни тяни ну блин тут ничего сложного не давать поэтому поставил этот но расход топлива в принципе тут нормально коробку я единственное что не ставил другую там есть какая-то другая на ней вроде бы как расход топлива больше но прирост какой-то я не особо вижу смысла вставить и вот здесь уже начинается тот самый опасный момент блин я еле коснулся еле коснулся и она уже отцепила прицеп ну это бред не ну ты издевайся засраный домик вот так вот цеплять прицеп каждый раз так и еще кое-что вот такой вот мой развернуться будет тяжело лебедка нет 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 не так мощными такая мощная как я ожидал но в общем может быть проедем вроде приезжай вот здесь самое интересное сможем мы проехать или нет поскольку съехать мы куда-либо не можем маневрировать как-то сильно тоже не может сейчас заявля зальет наш шнурки а я в общем и вот да то о чем я и говорил то есть тут нужно либо брать еще один транспорт транспорт ездеход там и пробовать как-то тащить или как-то как-то пытаться я вообще хотел кстати сзади но в плане не 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 мне только так заваливают рецепт короче не в общем попробую все таки попробую все таки схитрить малость иначе так не пройти сейчас подожди объехать здесь попробуем потащить чуть-чуть это должно помочь ну то есть маршрут как я и говорил весьма сложный просто так его пройти тоже не получится налегке но он в принципе как мне кажется весьма того стоит поскольку ну на горном серпантине я тоже знаю что там будет тоже трудности их будет больше просто напросто не понял еще мне бы как-то бы развернуться бы мордой сюда а нужно на острове сзади ладно в общем не знаю как справится тут наш тот тяжелый тягач то есть шноркель там не прокачанный по моему здесь он прокачанный здесь ему нормально а там нет и ну блин в общем не знаю если что то как нибудь допхнем но главное вот это вот переехать и я вот кстати заметил вот эти при маневре этом вперед-назад и то есть да я в общем больше скидываю прицеп вниз ну в реку смысле чем разворачиваюсь ну это последнее задание оно должно быть крайне тяжелым как мне кажется ух ты кстати мы если что переехать назад не сможем ну в смысле как либо оттащить его конечно я да думаю что совершая глупость но все же хочется попробовать переехать через эту реку твою мать а дурацкий камень да он задние колеса уже там полностью в воде я думаю сейчас если мы его протащим сюда о отлично получается или нет или нет или уже не получается не получается блин ну это я вот из-за странного этого лафета вот он встал вот так вот о протащили все таки ну полагаю давайте пока так и потащим ну вроде мой план работает но мы проехали только где то половину нашего сложного опасного маршрута поскольку там дальше будет тоже нелегко и вот здесь главное чтобы он да не перевернулся все нормально там кстати на береге ну когда будем выезжать уже на берег то есть надо быть тоже аккуратней поскольку там если влево там круто дать то в общем можно перевернуться на левый бок и с таким громадным прицепом будет сделать легко кстати еще одна причина ну это я так думаю предполагаю что вот этот вот елык полы а тяжелый тягач то есть не вездеход ну желтенький этот который основной на что тащит который он широкий то есть шире чем этот синенький вездеход и то есть ну на синенький можно поставить просто высокое седло и и тащить именно им но он как бы уже и быстрее но мне кажется если ну на нем то есть мне кажется больше шансов перевернуться чем на этом поэтому ну это мое мнение есть такое я рекомендую конечно же тащить такие грузы вот опасные на вот этом вот желтеньком тяжелым тягачей вот этом поскольку он шире и устойчивость у него лучше чем у нашего синького тягача так кстати наверное мы его отцепим в общем может даже переехать туда или потом не лучше сразу сейчас планирую конечно же повернуть налево но надо делать это аккуратно и я поставлю здесь сверху наш тягач ну чтобы если что можно было зацепиться или же как то использовать его в общем как то вот так вот примерно так теперь мы пересаживаемся вот если что у нас есть возможность вот так вот зацепиться за него но это тоже не вариант конечно но в случае чего может нам помочь тем более что у нас уже возникли какие-то осложнения по-моему мы зацепили какой-то камень да теперь главное аккуратненько аккуратненько еще такое чтобы перестраховаться вот так вот теперь попробуем а не 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 так тогда не пойдет блин надо было ставить задом вот это я сглупил короче надо было ставить его задом и тогда бы он тянул бы а так он наоборот будет вперед ехать и полкать ну ладно в общем если что все равно вот вот эти дурацкие ветки деревья вот эти под колесами они только меня блокируют вот так вот отлично а а ну что кстати самое это ёлы пал давай давай едем интересно мне все равно нужно этот тягач что что как не крути но придется его все равно использовать ну в плане того как использовать в смысле как конвой ну прицепить его за лебедку я только не вижу что там куда к чему цеплять по моему получилось тащить мы его не будем поскольку скорее всего он нас будет даже толкать так что на мощности ну на проходимости на что это не повлияет да вот ух ты как мы так красиво стали а а я сейчас мы его где-то здесь вот отсоединим доставляем первое наше опа отлично первый наш пункт плана по доставке выполнен следующее что у нас там это по моему оу фак вот это вот я сглупил реально это что это отissimo эт это была дан это это х мы Ох, даже не знаю, что переделать-то Ну, у меня, конечно, есть идея просто стянуть его туда В домику, короче Если сейчас вот не получится Ну, не получается, значит, так и сделаем Так, блядская вот эта вот платформа дурацкая Просто вот так вот попробую его стянуть Здесь, сейчас Так, где стрелка? Вот так вот Ну да, вот так вот работает Теперь, так же, сама заднюю часть подтянем сюда Он просто спустится с этой хрени Ох, что-то тут Что-то тут мы зацепили Эээ, в общем Не понял Нельзя, что-то? Я бы, конечно же, подготовился немножко заранее К этим последнему двум пунктам Да ну, цепляй Ну, что за Поэтому подвез сюда и металл, и вот эту хрень Давай, давай Наконец-то же Ой-ой-ой Какая красота А я думал, придется за кадром все это вытаскивать Ну, ладно Любую ошибку можно исправить Сейчас мы пересядем Дабы выполнить Ну, вот Выполнить второй пункт пила Надо ставить Металлические балки Да, кстати, доставляла их через горный серпантинуток Который маршрут был Более длинный Доставлял через него На вот этом вот Чудо техники Поэтому я знаю, о чем я говорю Что Ага, тут тебе надо То, что Там маршрут Долгий Но весьма рискованный Тоже Поскольку Нужна маневренность И на этом желтом нашем тягаче В общем, на нем Может быть Сложно доставить Ну, там по горному серпантину Поэтому я выбрал Форсирование реки А это Буровая установка Я, по-моему, довез ее от нашего Гаража Сейчас я скажу Вот, по-моему, отсюда Да, вот отсюда Станция обслуживания Отсюда я ее довез Вот так вот Не помню, как, по-моему Через вот эту вот площадку Да, вот так вот я вез ее Тоже весьма рискованно Но он узенький И проходит хорошо Ну вот Последний наш завершающий А, к сожалению Мы Получили Двадцать третий уровень А нам нужен Двадцать четвертый Ну, ладно Я, в общем Статистика по Мичигану Кое-какие задачки Я не завершил Но Не завершил я их В этих В этих Дополнительных Вот этих вот Компаниях Ну, этих Поручениях А все вот Компании Все пройдены Везде стоят галочки И вот здесь Мы последнюю Задачу прошли Убираем хлам Вот Все задачки пройдены Так что Здесь уже Даже если И Нам дадут Тот грузовик Который Два четвертого Уровня Требует То Не особо Он мне Как бы Интересен Ну В общем Вот так вот Прошли мы все Все здания Думаю Перейду все-таки В таймыр Посмотрю Что там Как там Ну, а это уже будет В следующей серии Так что Всем спасибо За просмотры Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok